девочки этот топ вы обязательно свяжите то ли для себя то ли на подарок или на заказ я его вязала неоднократно он вяжется очень легко очень просто рекомендую обязательно досмотрите мой мастер-класс до конца и я надеюсь что вязание с моей помощью не составит для вас особого труда очень простой в исполнению топик состоит из восьми ромбов вам достаточно научиться вязать сами ромбы я вам покажу подробненько как вяжется этот ромбик вот перед вами вы видите да он состоит из 8 рядов всего лишь из восьми рядов затем выполняется обвязка с бретелями и навешивается бахрома вроде все просто незатейливо но зато смотрится потрясающе очень эффектный топ для вязания нам понадобится совсем немного пряжи тонкий крючок ножницы и сантиметровая лента вот и все поскольку у меня нету ниток я купила в магазине вот добавляла к носкам вот такую вот пряжу из остатка я решила сделать мастер-класс для вас это пряжа синтетическая сто процентов акрил она с эффектом шелка очень прочная для носков она кстати очень годится сильно но я должна отметить что и для вязания этого топа она также подошла замечательно и бахрома из нее получится шикарная поэтому я вполне могу вам порекомендовать даже такую пряжу вот она совершенно недорогая ну правда сто процентов акрил в 30 граммах 180 метров достаточно тоненькая к ней я добавила одну катушечную нитку десяточку нет вернее сороковку я добавила сороковку одну ниточку и у меня получилось вот такой вот толщины идеально для вязания идеально подходит однако одной нитка ну вот так вот такие вот у нас как бы подготовительные моменты теперь все кому понравился мой топ друзья присоединяйтесь будем вязать все вместе прежде всего нам нужно выполнить кольцо амигуруми обвиваем палец вот так вот смотрите ниточка лежит на пальце далее мы вот так вот обвиваем и крест-накрест накладываем нашу нитку видно да теперь заводим крючок снизу захватываем вот эту вот верхнюю нитку и выводим петлю теперь вяжем 3 петли подъема 1 2 3 после чего провязываем еще две петли воздушных промежуточных теперь нам нужно в это колечко связать 11 патентных столбиков накид на крючок заводим крючок в кольцо захватываем нитку выводим петлю смотрите теперь мы вяжем сначала вот эту вот петлю а затем накид теперь когда у нас на крючке две петли мы провязываем их заодно то есть это такой удлиненный своеобразный столбик далее мы вяжем две петли 1 2 это промежуточные петли следующий столбик кольцо заводим крючок захватываем нитку и вяжем сначала одну петлю а затем накид и две петли провязываем проводим через них нет петлю продолжаем вязание пока у нас не образуется в колечке 11 столбиков и 1 12 это будет вот вот эти подъем петли подъема это будет имитация 12 столбика провязали 10 столбик и 11 теперь в конце первого ряда мы провязываем 2 воздушные петли и присоединяемся вот сюда вот смотрите у нас 1 2 3 вот в эту третью петлю мы соединительным столбиком присоединяемся мы закончили вязание первого ряда теперь вяжем следующий ряд у нас образовалось 12 вот таких вот окошечек вот 1 2 и так далее их 12 вот эту нитку мы подтянем в каждой из этих окошечек мы должны провязать по три столбика опять-таки патентные столбики 3 петли подъема также имитирует столбик значит вот сюда мы провязываем два столбика раз и два всего три получилось правильно вот три раз два в следующая окошечка мы также провязываем три столбика смотрите вот раз два и три провязали дальше в следующие окошечко провязываем также три столбика раз два и три и так мы довязываем до конца наш весь этот второй ряд запомните в каждое окошечко по три патентных столбика никаких промежуточных воздушных петель здесь нет довязываем второй ряд провязали 1 2 3 столбик теперь нам нужно присоединиться вот в эту третью петлю 1 2 вот она третья петля мы вводим крючок и соединительным столбиком присоединяемся все посмотрите друзья вот хорошо вам видно надеюсь мы провязали 2 ряд закончили он у нас состоит из таких плотных столбиков и дальше мы вяжем третий ряд в третьем ряду нам нужно связать 12 таких своеобразных пирамидок что такое пирамидка это три незаконченных патентных столбика с одной вершиной первый столбик мы провязываем вот так вот начинается он с трех петель воздушных это имитация столбиков далее под вершинку нижнего столбика мы заводим крючок провязываем следующий столбик но не до конца вот смотрите мы его не довязали вот на крючке у нас две петли теперь третий столбик следующую вершину основания вот провязываем и опять же останавливаемся не довязывая этот столбик посмотрите у нас на крючке 3 петли мы их провязываем заодно и дальше вяжем 5 столб 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 провязали далее мы точно такую же пирамидку вяжем следующие три вершинки вот в эту в эту и в эту надеюсь вам все понятно смотрите вводим крючок вершину нижнего ряда провязываем незаконченный столбик дальше 2 незаконченный столбик вот так вот и 3 незаконченный столбик сейчас я довязываю третий ряд вяжу последнюю 12 пирамидку третьего ряда посмотрите внимательно сейчас я присоединюсь к началу к началу ряда и начну вязание уже четвертого ряда и так в конце провязав вот эти вот три незаконченных столбика я вяжу 5 воздушных петель и присоединяюсь к вершине к началу нашего третьего ряда вот так ввожу крючок и присоединяюсь соединительным столбиком все посмотрите у нас получился вот такой вот цветочек ну чтобы вы понимали вот видите если у вас не получился такой цветочек значит вы сделали где-то ошибку дальше мы вяжем четвертый ряд в начале ряда мы вяжем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 все услышали 6 и столбик без накида мы провязываем в ту же петлю основания вот сюда присоединились столбиком без накида здесь был соединительный столбик здесь столбик без накида дальше вяжем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 провязали и присоединяемся вершину следующей пирамидки опять таки столбиком без накида в результате этого у нас получилась душка из 6 воздушных петель вот видите да вот она дальше мы опять вяжем точно такую же дужку 4 5 6 воздушных петель и присоединяемся к вершине следующей пирамидки так это вторая душка вот 1 2 довязываем еще одну третью раз два три 4 5 6 и присоединяемся вот сюда присоединились у нас получилось 3 дужки и сейчас мы на вершине вот 4 нашей пирамидки именно 4 так вяжем 6 воздушных петель один момент сюда мы присоединяемся с соединительным столбиком это очень важно 6 воздушных петель 6 и столбик без накида в ту же петлю основания в ту же вершину основания и у нас получилось вот такая еще одна пикушка вот здесь одна здесь 2 нам нужно еще сделать два раза то же самое у нас получится их всего четыре вяжем наши дужки по три вот раз два три свяжем здесь выполним пико и дальше еще провяжем то же самое и будет у нас 4 пико и и Продолжение следует... Довязываем четвертый ряд. Вот у нас вторая душка из шести петель и третья, завершающая. И мы присоединяемся вот сюда, к началу нашего ряда. Теперь, друзья, мы должны вот так вот за задние стеночки провязать соединительные столбики и продвинуться к вершине нашей вот этой вот пикошки. Ну или дужки. Вот, посмотрите, вот сюда вот мы продвинулись как бы к вершине. Теперь мы должны связать в эту вот вершинку птичку. Она состоит из двух столбиков и между ними пять воздушных петель. Три петли вот этих вот, это имитация столбика. Далее три провязали, сымитировали столбик и вяжем пять воздушных петель. И в ту же дужку основания мы вяжем еще один столбик. Столбики, конечно же, патентные. Когда будут обычные столбики, я вам скажу. И вот наша птичка получилась. Сейчас я довяжу вот до этого места и покажу вам, как она вяжется вот на самом деле. Дальше мы вяжем 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. Провязали и столбиком без накида мы присоединяемся вот в эту следующую дужку. Вот так вот. Раз. Дальше опять 4 воздушных петли. Присоединяемся в следующую дужку. И еще 4 воздушных петли. Присоединяемся вот в эту дужку. дальше мы должны провязать с вами 4 воздушных петли и это у нас раппорт узора вот он начинается с птички затем вот эти вот дужки 1 2 3 4 и раппорт закончился теперь начало раппорта показываю еще раз пятый ряд 1 2 3 4 5 5 ряд вяжу смотрите сюда вот в это вот пику вершинку мы вяжем два столбика между которыми у нас 5 воздушных петель вот раз два три 4 5 провязали и еще один столбик в ту же дужку основания вот так провязали и вот это вот птичка вот видите да ну то же самое что было и здесь теперь 4 дужки по 4 воздушных петли 1 2 3 4 1 присоединяемся столбиком без накида еще 4 петли присоединяемся следующую дужку основания 1 2 3 4 это 3 3 дужка так и еще 1 4 1 2 3 4 все раппорт закончился продолжаем вязать 5 ряд повторяя наши раппорт и до конца в конце пятого ряда мы провязываем 4 воздушных петли 4 дужки раппорт закончился и мы присоединяемся вот посмотрите в вершину это у нас третья петля вот раз два три вот в эту петлю заводим крючок и соединительным столбиком присоединяемся все вот посмотрите мы с вами провязали 5 рядов вот видно до 5 рядов провязана теперь нам нужно вот в эту вот дужку как бы в птичку мы должны связать большую птичку она состоит из трех столбиков 3 воздушных петель и еще трех столбиков вот все эти столбики 6 мы будем вязать сюда значит подныриваем под дужку соединительным столбиком и дальше вяжем 1 2 3 это имитация столбика далее второй столбик провязали третий столбик провязали 3 воздушных петли 1 2 3 и еще одна троечка столбиков сюда же вот в эту дужку мы провязываем 1 2 и 3 все готово вот посмотрите вот так вот выглядит наша большая теперь уже птичка вот дальше мы должны связать по четыре столбика вот в каждую вот эту вот дужку вот их раз два три и четыре и мы должны связать по четыре столбика под каждую дужку хотя можно проверить так да по четыре столбика вяжем заводим крючок под дужку вяжем один столбик второй столбик третий столбик и четвертый столбик вот так вот всего у нас должно получиться 16 столбиков вот здесь 4 здесь 4 8 здесь 12 и 16 давайте провяжем и на этом закончится наш рапорт этого шестого ряда друзья я довязала 16 столбик и раппорт закончился вот посмотрите теперь мы повторяем наши раппорт и сначала сначала провязываем птичку это 6 столбиков между которыми по 3 2 группы по 3 столбиков вот смотрите раз-два проще показать и вы поймете 33 воздушных петли и еще три столбика и это будет большая вот такая вот птичка а дальше мы вяжем по 4 столбика патентных под каждый под каждую дужку вот под эту дужку эту эту и эту всего 16 столбиков это раппорт 6 ряда давайте самостоятельно провяжем до конца ряда и в конце ряда я вам покажу как перейти к вязанию 7 уже рядочка довязали последний столбик 6 ряда теперь переходим к вязанию 7 ряда вот посмотрите что у нас получилось в результате вы должны понимать присоединяемся соединительным столбиком к 3 петли 1 2 3 вот вершинка присоединились теперь мы за задние стеночки вот так вот продвигаемся вперед соединительными столбиками раз один раз продвинулись а сюда вот мы вводим крючок уже под 2 вот этих вот перепон очки и выводим соединительным столбик и здесь мы начинаем вязание но это начало ряда посмотрите 1 2 3 хотя давайте начнем рапорт вот именно вот с этого и мид с этой имитации столбика провязали 3 петли затем еще одна промежуточная и дальше вот сюда вот сюда мы вяжем 1 столбик с одним накидом не патентный а просто столбик с одним накидом между ним мы провязываем 3 воздушных петли вот раз два три и сюда же мы провязываем еще один столбик у нас получается маленькая птичка вы поняли да вот она раз два дальше мы должны провязать вот в эти вот столбики 13 пати филейных столбиков что значит филейный столбик здесь мы провязываем одну воздушную петлю дальше филейный столбик это столбик с накидом или без накида и плюс 1 воздушная петля вот мы провязываем вот в эту вершину основания 1 столбик и воздушная петля это филейный столбик 1 дальше пропускаем одну петлю основания и в следующую провязываем 2 филейный столбик 1 и воздушная петля провязали далее пропускаем одну петлю основания и в следующую провязываем 3 филейный столбик 1 петля 4 пропускаем одну петлю и следующую провязываем 4 столбик 1 воздушная петля тут пропускаем 5 столбик провязываем провязали 6 столбик опять пропускаем вот запоминайте вот эту последовательность тот кто не может запомнить или там плохо видит записывайте смотрите вот мы провязали 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 провязали дальше мы вяжем 7 столбик не пропуская вот сюда не пропускаем провязываем 7 столбик сюда же мы провязываем еще один столбик 8 а дальше довязываем смотрите пропуская одну петлю основания 9 столбик петля затем пропускаем 10 столбик петля 11 столбик пропускаем провязываем следующую петлю основания так так теперь 12 столбик это конец раппорта 12 столбиком провязали а 13 столбик это у нас начало раппорта ну вы помните да вот так вот мы провязали начало раппорта ну и дальше мы провяжем птичку а затем еще сюда 12 столбиков и 13 будет опять у нас начало раппорта вот я провяжу с вами сейчас птичку здесь один столбик затем 3 воздушных петли не 1 а 3 и 2 столбик вот птичку провязали дальше продолжаем вязать филейные столбики вот 1 2 3 и так далее 7 мы провязываем по центру туда же провязываем и 8 ну вы помните да опять таки кто не помнит друзья всем советую записывать сама такая забываю постоянно все на свете довязывая седьмой ряд последняя петля присоединяюсь к началу ряда с моим смотрите 1 2 3 вот в эту петлю ввожу крючок и присоединяюсь соединительным столбиком далее мне нужно перейти к вязанию 8 ряда для этого я должна вот так вот сместиться аккуратненько за заднюю стеночку вот сюда смотрите внимательно вот начало ряда будет у нас от этого места середины птички вот в эту дужку состоящую из трех петель я должна связать две пирамидки которые состоят из двух незаконченных столбиков между ними я провяжу 4 воздушных петли и так 3 воздушных петли это имитация столбика 1 далее один патентный столбик и теперь на крючке у меня две петли я провязываю их заодно далее вяжу 4 воздушных петли 1 2 3 4 и сюда же вот в эту дужку я вяжу еще одну пирамидку так раз но это незаконченный столбик и еще один незаконченный столбик если вы помните то пирамидки состоят у нас из незаконченных столбиков когда у меня на крючке 3 петли я провязываю их за одну все я выполнила вот такую вот птичку видите да две пирамидки из двух столбиков и между ними 4 воздушных петли далее мне нужно связать вот сюда вот в течение вот ряда вернее раппорта вот это у нас начало раппорта здесь продолжается раппорт я должна буду связать 7 пирамидок которые состоят из трех патентных столбиков и так я вяжу 3 воздушных петли промежуточных далее накид на крючок и крючок ввожу вот сюда вот этот столбик я пропускаю не провязывая и промежуточной промежуточную петлю ввожу крючок теперь я вяжу 1 незаконченный патентный столбик вот так раз далее крючок ввожу вершину следующего столбика и вяжу еще один незаконченный патентный столбик провязала и третий столбик я вяжу промежуточную петлю под промежуточную петлю вот так провязала патентный столбик посмотрите внимательно на крючке у меня 4 воздушных вернее 4 петли я провязываю за одно далее вяжу еще 3 воздушных петли провязала и следующий следующую пирамидку я пропускаю один столбик точно так же как и здесь пропускаю этот столбик и вяжу следующую пирамидку 1 незаконченный столбик 2 незаконченный столбик 3 незаконченный столбик провязала 3 петли у меня на крючке вернее 4 петли на крючке я провязываю их за одно и 3 воздушных петли промежуточных провязала дальше я продолжаю вязать у меня одна пирамидка 2 пирамидка и сейчас я довяжу еще еще 5 пирамидок всего будет 7 друзья прежде чем я перейду к следующей части своего мастер-класса я должна вам дать небольшие пояснения вот схема что это значит мы с вами должны связать первый ярус первый ряд который состоит из 4 наших вот таких вот квадратика вот они вот таких такие квадратики мы должны связать 4 и соединить их вот в этих местах вот здесь и вот здесь сейчас я буду показывать как мы будем выполнять это соединение но вы должны понимать что вот наш первый квадрат первый и мы его присоединяем со следующим вот в этом месте далее мы вяжем следующий квадрат 3 и присоединяем его вот в этом месте и 4 квадрат мы вяжем но присоединяем его в начале вот в точке а вот эта точка и это соединяются далее провязываем две грани то есть два раппорта и присоединяем вот тут и таким образом у нас вся вот это вот конструкция соединяется в круг и дальше мы уже вяжем нижний ряд вот нижний ярус здесь у нас будут точно такие же вот такие квадратики как их присоединять я вам также сейчас покажу я довязываю седьмой ряд вот это у меня 7 пирамид к 7 ряда вяжу 3 незаконченных патентных столбика 1 2 3 провязала и после этого мне нужно связать 3 воздушных петли 1 2 3 далее я вяжу птичку точно так же вот как здесь но не до конца в начале я провязываю два патентных столбика незаконченных 1 2 теперь провязываю 2 воздушные петли далее смотрите мне нужно выполнить здесь присоединение я беру готовую деталь вот она вот здесь вот нам нужно присоединиться я поворачиваю ее изнаночной стороной и под дужку из 4 воздушных петель ввожу крючок далее захватывая нитку и провязываю 1 столбик без накида я присоединил выполнила присоединение вот посмотрите вот так вот я присоединилась дальше я провязываю еще две петли 1 2 и провязываю после еще одну пирамидку вторую которая состоит из двух незаконченных патентных столбиков вот так раз и два все до вязал смотрите я выполнила присоединение далее я довязываю до конца этот ряд и обрезаю нить и перехожу к вязанию следующий следующие детали заканчивая вязать раппорт восьмого ряда смотрите вот получилось у меня 7 пирамидок 1 2 3 4 5 6 7 7 3 воздушных петли и раппорт закончился вы поняли да дальше мы будем вязать наши раппорт и сначала птичка вот в это вот в эту угловую нижнюю птичку и затем 7 пирамидок между которыми по 3 воздушных петли в птичке мы вяжем 4 воздушных петли запомните но сейчас я хочу заострить ваше внимание на на таком моменте сейчас мы должны присоединить вот эту вот этот вот квадрат к нашим к нашему первому ярусу смотрите внимательно мы вяжем начинаем вязать раппорт раппорт у нас начинается связание птички как вы помните вяжем один незаконченный патентный столбик второй незаконченный патентный столбик далее 3 петли на крючке провязываем их заодно теперь нам нужно провязать 2 воздушных петли и вот этот вот вот этот вот квадратик мы вот так вот должны будем присоединить вот так понимаете да поэтому мы сейчас берем вот этот вот уголочек вводим с изнаночной стороны вводим крючок в дужку и провязываем столбик без накида далее 2 воздушных петли и сюда же вот сюда мы довязываем нашу птичку один столбик патентный не довязываем не довязаны и 2 патентный столбик тоже не довязаны и провязываем их заодно так присоединили это угловое присоединение теперь нам нужно провязать 2 воздушных петли точно также мы находим дужку следующую вот следующую и провязываем столбик без накида под эту дужку теперь одна воздушная петля и нам нужно связать пирамидку поскольку мы продолжаем вязание раппорта восьмого ряда так провязываем провязали мы 3 незаконченных патентных столбика теперь выполняем пирамидку вот посмотрите провязали теперь следующее присоединение здесь мы вяжем одну воздушную петлю и следующую дужку уже готовой детали готового прямого четырехугольника мы провязываем под дужку один столбик без накида и одна воздушная петля все присоединились вот посмотрите внимательно вот такое у нас присоединение видите да дальше то же самое вяжем продолжаем вязание раппорта вторая пирамидка вяжем один незаконченный столбик 2 незаконченный столбик и 3 незаконченный столбик теперь провязываем за одно 4 петли и вяжем одну воздушную петлю выполняем присоединение под дужку готового четырехугольника присоединяемся столбиком без накида и 1 воздушная петля все мы выполнили следующее присоединение вот видите да и таким образом мы должны будем выполнить наши все присоединения вот до этого места самостоятельно выполняем сейчас я довязываю очередной раппорт восьмого ряда выполняю присоединение здесь у меня очень важный момент посмотрите внимательно я заканчиваю седьмую пирамидку вот связала теперь выполняю присоединение вначале я вяжу одну воздушную петлю присоединяюсь вот в эту дужку перед птичкой которая столбиком без накида и дальше я вяжу не одну воздушную петлю а 2 поскольку это у нас угловое присоединение сейчас будет у нас закончился раппорт во первых вот так вот я присоединила детали теперь смотрите внимательно начинаю вязать птичку 2 столбика незаконченных 1 и 2 довязываем пирамидку дальше 2 воздушных петли 1 2 здесь вот у меня присоединение было четырехугольников вот столбиком без накида я завожу крючок в этот столбик и провязываю также столбик без накида вот так вот провязала вот присоединилась видите здесь у меня вот этот четырехугольник к нему присоединен этот а теперь еще и этот надеюсь я понятно вам объяснила и показала дальше вяжу 2 воздушных петли и заканчиваю вязание птички вот один незаконченный столбик и 2 теперь я провязываю их за одну провязала и опять таки 2 воздушных петли 1 2 вот смотрите здесь две петли здесь две петли здесь две и еще раз две четырежды я вяжу по 2 воздушных петли присоединяюсь вот к этой дуб под эту вот дужку присоединилась а теперь одна воздушная петля и все все точно так же я повторяю до следующего вот от досюда и там я присоединюсь еще один раз и покажу вам заканчивая вязать рапорт приближаюсь к очередному уже третьему месту присоединения вот я довязала пирамидку здесь у меня одна воздушная петля присоединилась под дужку готовой детали далее 2 воздушных петли и то же самое что я делала до этого вяжу раз-два незаконченных столбика 3 петли на крючке провязывая заодно далее 2 воздушных петли и вот сюда в угловую дужку я присоединяюсь столбиком без накида дальше я вяжу смотрите вот я поворачиваю я присоединилась уже с двух сторон видите да трижды присоединилась и здесь я просто продолжаю вязать свой восьмой ряд 2 воздушных петли и заканчивая вязание птички вот я провязала очередную пирамидку из двух петель дальше я вяжу 3 воздушных петли и дальше продолжаю вязать восьмой ряд в конце я обрежу не присоединюсь к началу 8 ряда обрежу нитку и начну вязание следующего следующего четырехугольника который я буду точно также присоединять и это будет у меня нижний ярус таких фрагментов в четырехугольников я должна связать еще 31 у меня уже есть я свяжу еще три и присоединю их точно так же и у меня получится 2 и ярус итак мы с вами выполнили присоединение присоединили наши оба яруса я вам все подробненько показала теперь нам нужно выполнить обвязку вверху мы выполняем вот здесь вот обвязку по краю столбиками без накида вот здесь вот в вершинках мы каждый раз вяжем завязочки бретельки которые у нас будут завязываться на плечах можно не выполнять такие бретельки можно сделать шнурки или же какие-то ленточки прицепить на ваше усмотрение смотрите как вам удобнее но я вязала например вот так вот если вы посмотрите на фото то вы увидите я обвязывала столбиками без накида и здесь вывязывала завязочки по центру я провязывала 3 вместе столбика вот этот с этой стороны затем посерединке и с этой стороны дальше опять столбики без накида и здесь у меня шнурочек шел внизу вот по низу нашей маечки топика необходимо привязать бахрому как выполняется бахрома давайте я вам покажу смотрите вот наша нитка мы берем нитку определенной длины смотрите вот например нам нужна бахрома скажем так вот такой вот длины вот мы это вдвое я сложила но нужно с припуском чтобы для того чтобы прицепить ее к изделию теперь вот с припуском ну это примерно где-то 35-40 сантиметров я отрезаю эту нитку несколько в несколько сложений ну допустим будет 68 сложений вот 68 сложений а затем вот эти вот этот вот как это вот эту петлю я присоединяю сюда вот таким вот образом к низу нашего изделия вот так вот присоединяю и и здесь у меня висит это бахрома вот так вот и везде так по низу я выполняю вот такую бахрому и вы можете сделать то же самое ну наверное с бахромой она смотрится более эффектно друзья на этом я хочу попрощаться с вами надеюсь мое видео было для вас полезным я как можно подробнее и понятнее попыталась объяснить вам показать весь этот процесс поскольку у меня было уже видео по вязанию вот примерно такого топа и она достаточно неудачным оказалось на этом я прощаюсь с вами друзья до свидания до новых встреч жду вас всех на своем канале вновь и вновь вновь